Субтитры делал DimaTorzok То есть без матершины уже все, помойка во рту, больше ничего Православный что ли? Ты православный батюшка или тетушка? У вас такая книга дома есть? Матершинники Ну давай поговорим Зло речи вы, царствие божие не наследует, вы читали? Ты хочешь сказать что-то? Не я хочу сказать, а бог говорит Вы читали то, что ты даже не читал Спрятались куда-то, непонятно от кого Спрятались, я непонятно с кем разговариваю Вы покажите себя-то Что спрятались-то? Взрослые люди такие уже А через каждое слово Одна скверна То есть говно одно льется просто изо рта Больше ничего не льется А я сюда пришел людям Я сюда к вам пришел с доброй вестью С доброй вестью пришел Вот я и пришел сюда к вам Чтобы рассказать вам О том, что Господь Иисус Христос Пришел и умер за наши грехи И он может нам даровать святость А ты грешный что ли? Я говорю, я пришел к вам Вам рассказать, что он нам всем Отпускает грехи, если мы в него веруем И примем его жертву Кто он? Иисус Христос Второе лицо Троицы С Израиля, который, чувак-то, да? С неба, который Который сошел Вы что, не знаете? Нет, подожди, что значит шо? Вы что, не знаете? Чего не знаю? Ну, вы не знаете, кто такой Иисус Христос? Нет, еврейские мифа Ну, давайте я вам расскажу Если не знаете Иисус Христос Это лицо второй Троицы Господь воплотился через Деву Марию Не перебивайте, пожалуйста Фундаменты делались Как бы Ну, обычно Завернулись на опалубки А там были контрафорцы Ты что, не сейчас понял? Нет, я тоже не понял Иисус был чего-то там Троица Чего Троица? Вот я рассказываю Я рассказываю Я это и рассказываю Вначале Вы не перебивайте И услышите И все поймете Нет, я хочу комментариев к каждому слову Не надо Раскрытие этого слова будет Раскрытие Раскрытие это слово будет Ну, вы в одном крутитесь Вам это не надо, получается Вы ответ не хотите услышать Крутитесь и крутитесь Ну, так я и начался Я и начал Я начал говорить Вы меня перебили Ну, потому что Написано Глуп тот, кто не выслушав Перебивает Глуп тот, кто не выслушав Перебивает Это написано так Это действительно глупость большая Зачем? Выслушать его И там Там раскроется Раскроется это Кто такая Что за Троица? Я это раскрою Я уже не буду отвечать Вы не слушаете Вы не будете слышать просто Давайте я расскажу Я расскажу, кто такой Иисус Христос Для начала А потом я уже отвечу на другие ваши вопросы Я отвечаю не от себя Я отвечаю на то, что говорит нам Святая Библия Поэтому Меня в этом не верите Кто такой Иисус Христос? Это такой человек Который жил ровно там 2019 лет назад Тот, который Воплотился То есть Мы знаем по Писанию Что была такая Дева Мария И она Не знавшая мужа Не знавшая мужа Не познавшая его Родила вот этого человека Иисуса Христа И он оказался не просто человеком А Бога человеком То есть Бог Воплотился через него И он призвал Он сказал, что Он нам всех призвал к себе Он сказал, что Я возьму все ваши грехи на себя Только уверуйте в то, что он является Господом И его распяли за наши грехи То есть мы Мы должны были за наши грехи Сами умирать за себя А он умер за наши грехи И теперь Он дарует нам всем святость То есть мы можем жить свято Уже больше не пить Не материться Не Не блудить И другие грехи не делать Если мы в него уверуем Он от этого всего освобождает И надобности в этом Она вся пропадает Если лицо Святая Троица Он открыл нам То, что Господь является Единой в трех лицах Отец Сын И Святой Дух То есть это Природа божества такая В Троице В Троице Вот я о ней собственно и сказал Если какие-то уже вопросы конкретно есть Я могу ответить Только прошу не курите Прошу только не курите И не материтесь И тогда нормально будет Хорошо Давайте Отец, сын и Святой Дух Что такое Святой Дух? Здесь я вам ничего не скажу Как нам Библия говорит Святой Дух Это одна из личностей Одна из личностей Одна из личностей Одна из личностей То есть три личности Мы знаем, что Бог Есть в трех лицах У нас с вами идет дискуссия Дискуссия под собой подразумевает Вопрос-ответ Вопрос-ответ Но ни в коем случае Не разговор параллельно Вы же это понимаете? Конечно Все, я ответил Я сказал про Святую Троицу Что есть, то есть Все Я вам сейчас расскажу А потом вы будете задавать Вопросы Я вам задаю вопрос Что такое Святой Дух? Святой Дух Не что такое Кто такой? Это личность Это одна из личностей Бога Все Что значит Одна из личности Бога? Ну, то что и значит Вот вы личность Я личность Вот такая же личность Только это Господь Вы говорите Вы говорите Что Иисус Христос После того Как Его распяли Он Воплотил в себя Через себя Бога Нет, нет, нет Я так не говорил Хорошо, как вы сказали Я буду я Он говорил Воплотился Воплотился Бог Воплотился Через Иисуса Христу То есть Бог воплотился Взял на себя Плоть человеческую Стал человеком Воплоти И это есть Иисус Христос Вот что значит Воплотился Хорошо А подскажите пожалуйста Вот Будда родился За 2565 году Да До Вашего Иисуса Христа Как вы это прокомментируете Кто такой Будда? Ну и много Кто родился до него И что теперь И Моисей до него родился И Адам до него родился А какая разница Кто он? Был 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 такой человек Во Востоке Был такой человек Во Востоке И все Но Будда же был человеком Конечно Он и не претендует на то Что он был Богом Он такой за себе Не говорил Не заявлял Не заявлял Хорошо Ну а что он тогда Придел с массом Ничего Ничего он имя не принес Как ничего? Ну ничего хорошего Он имя не принес Что могу сказать? Ах это ничего хорошего Ну вы о Будде Вы о Будде Разговаривать Я о нем не буду Я об Иисусе Христе Разговариваю Мне Будда не интересен Я это все прошел Много раз Занимался этим Изучал Газ Будда А вы знаете, что Иисус Христос Являлся учеником Будды Вы в курсе? Вы сказали За сколько лет Будда Жил До Иисуса Христа? 2565 года Какого? Рождение 2565 года На сегодняшний день Будде Сейчас Да Ну а как он мог быть Его учеником? А у него же были последователями И один из последователей Стал Иисус Христос Ну а как тогда У него учение Ни в чем не сходится с ним? Как это тогда? Они даже в учении сходятся Оказывается Вы не понимаете А вы знаете Где учение Иисуса Христа Написано? Где оно написано вообще? Что проповедует Иисус? Давайте разберемся Что именно проповедует? Иисус припоет Евангелие Подождите Что такое? Благая весть Вот смотрите Благая весть Хорошо Благая весть Вот она здесь и описана В Библии Я вам вот и про нее Собственно и говорю Ну хорошо Посмотрите Давайте Здесь же понимаете Какое-то общее понятие Да? Вот религии Что вот человек Ударился в религию Почему? Вот у него было все плохо Или было все слишком хорошо Но человек пришел к религии Почему? Я про религию вообще Ни слова не говорю Я говорю про Иисуса Христа Мне религия вообще не интересует Иисус Христос пришел Он нас зовет Он спаситель-то Будда никого не спасал Мухаммед никого не спасал Спаситель Христос Он взял наши грехи-то на себя Никто не брал другой Никто не воскресал Из них Только он воскрес Подождите А чего вы знаете Что он воскрес? Вы что присутствовали при этом? А вы присутствовали Когда Пушкина убивали? Нет А при чем? Ну нет А что вы в это верите? Так это и называется Мы в это верим Потому что Было очень много свидетелей Которые заквасили весь мир Два миллиарда Сегодня два с половиной миллиарда христиан За все время Сколько миллиардов христиан В это верят? А вы говорите Что вы видели? Идеал Которые верят В то, что Я просил Чтобы вы не договорились Вы не матерились Вы не можете не материться И вдруг Что за бред? Ну то есть Как у вас Вы считаете как? Нобелевские лауреаты Те кто получили Нобелевскую премию Они как? Глупые что ли люди? О чем вы говорите Вообще? Подождите Вы сейчас Только что говорили Про Библию Которая Проповедует Что-то там Там есть какой-то Иисус Христос Который Ожил То есть Его убили То есть По сути Зохли Да Хорошо Объясните мне Пожалуйста Суть Суть Проповеди Вашего Бога Который Проявился В лице Иисуса Христоса Объясните мне Пожалуйста Отчего Он спас Лично вы меня Или лично вас Я прошу вас Не курить И не материться Вы сразу Закурили Вы не хотите Это слушать Вам это я Расскажу Пока вы курите Я не буду Это рассказывать Бросьте сигарету Все Благодарю Слушаю Благодарю Чтобы ответить На этот вопрос Надо знать В каком состоянии Находится человек И в каком он До пришествия Иисуса Христоса Находился Адам и Ева Бог создал Человека В лице Адама Вы знаете это И он дал ему Заповедь В раю Он его создал Насадил рай На земле Он ему дал Заповедь В раю Не есть А древо Познание Добра и зла И Адам Съел От этого Древа И произошло Событие Вселенского Масштаба Господь Сказал Если ты съешь Ты смертью Умрешь Я сейчас Выду Для чего Нужен он Иисус Христос Вы сейчас читаете Чего-то там Из вашей книжки Которую вы выучили Про какого-то Адама и Еву Про какую-то еще Какую-то фигню Я вы не хотите Слушать Получается Подождите Я вам задал Другой вопрос Вы мне несете Чего-то Я на него На него отвечаю Но вы не слушаете Я до него Сейчас дойду Вы пожалуйста Умейте Слушать человека Я вам задал Меня обвиняют Меня не выслушали Меня обвиняют Вот я про лично вас И рассказываю Так как вы И я Я являемся Являемся Потомками Адама То в нас Живет грех Который он совершил Еще Человек рождается Смертным Человек создан Бессмертным Человек был создан То есть вы не собираетесь Слушать Ну все Тогда Заканчиваем Я вам еще раз говорю Я потомок Я семейский У меня есть родова Которую я Расписал По древу До Пятого Колена Вот я считаю Что я Родился От Дяди Паши И тети Веры Причем Вообще Адам и Ева Я спрашиваю Я говорю Про первого человека Про первого человека Подождите Я еще раз спрашиваю Вы говорите Что вот есть Иисус Христос Который несет Радость людям И вот какую именно Радость Не только радость Он решет и осуждение И гибель людям Он несет Так же Если вы его не примете То вам светит гиена огненная Естественно Он не только радость Но и горе он несет Подождите Подождите Что такое огненная гиена Гиена огненная Это ад То есть это вечное мучение Плач и скрежет зубов Как написано Вот И вы там будете Если вы не примете То вы там будете С дьяволом и ангелом В бесконечном мучении Я тоже об этом Буду сказать Что я должен принять Вы должны Принять то Что вы погибший грешник И вы не можете Вырваться из греха Вы курите Пьете Материтесь И вы не сможете Из этого выйти Никогда Потому что Делающий грех Есть раб греха И у вас Вот эта вся муть Будет в голове Постоянно торчать Пока вы не Пока вы не Обратитесь к Иисусу Христу Тот кто вас создал К создателю своему И не попросите У него прощения За все грехи Не пойдете На исповедь Священнику Не примете Жертву Иисуса Христа За то что он умер За ваши Не поверите в это Не приняйте крещение Вы так и останетесь В этих грехах И погибнете И отравите жизнь Не только вам Но и всем вашим детям И всем вашим родственникам А если вы примете То вы спасете И свою жизнь И все Души всех ваших близких Если они тоже уверуют Я вам Добрую жизнь Чтоб жить Как свято Как Бог повелел Он говорит Будьте святы Как и я свят И вы должны быть Свято жить Но вы живете Это вон Ваше родословие Вас к чему привело До того что вы Сейчас сидите Раздеты перед людьми Материтесь Курите И пьете А вы не можете По другому Я так же в этом находился Пока меня Господь Не освободил Ну надо Это уверовать Надо перешагнуть Через это неверие Которую Вы там Кто-то Какой-то Иисус Но поверить Смотрите Из всего Вашего Словесного Помоса Мы выяснили Один ответ На мой вопрос На мой конкретный вопрос Чем именно Вам помог Иисус Христос Которого Вселился Грубо говоря Бог Нет Нет Я так не говорил Не вселился В него Это Так нельзя Говорить Никогда Никак Это неправда Он родился Он воплотился Бог Это не слиянно И не раздельно Все Он воплотился В Бога Да То есть Нет Бог Воплотился В человека Вот так Все Да большая разница Как ты можешь Воплотиться В Бога В грехе Грех Да Правильно Он спас От греха Все правильно От греха Он И написано Он пришел Спасти народ свой От грехов их То есть От наших грехов Он спасает Не в грехах Чтобы мы остались А от грехов Чтобы жить свято В этой жизни И после Наследовать Вечную жизнь Потому что Грех Он не наследует Вечную жизнь Он в вечную погибель Будет ведет Что такое Вечная жизнь Вечная жизнь Написано И то Око не видела Ухо не слышала И на сердце Человеку не приходило Что Что уготовил Бог Любящим его Давайте своими словами Вот-вот Вот я и говорю Я Я своими словами Не скажу Своими словами Не скажу Потому что Господь сказал Мы это не видели Не слышали И на сердце Нам не приходило Что уготовил Бог Любящим его Вечеслав Вечеслав Слава Слушай Я тебе задаю вопрос Ты начинаешь Читать мне Какие-то вещи Которые написаны Где-то Своими словами Мне пожалуйста Скажи Что такое В твоем понимании Вечная жизнь Еще раз говорю Я говорю Словами Божьими Смотри Я Человек Который Я говорю Словами Божьими Меня не вывезти Не вывезти у меня За Бибелью Не получится Там Там гибель Я говорю Словами Как говорит Господь Слов На ухо На ухо Не приходило На ухо Не приходило Человек Не слышал Это И на сердце Ему это не могло Прийти Что уготовил Бог Любящим Его А мы уже Сами думаете Мы думаем Я свою Что буду грешить Свою буду добавлять А там этого Не будет Я зачем Это буду говорить Там этого Не будет Если я скажу То что Не написано Я тогда буду Жицом А зачем Мне это надо Зачем Вы меня сюда Ведете Ну подожди Как ты понимаешь Сам Свои слова Ты понимаешь Да Вот Грубо Есть учебник Я строитель Я строю Я 25 лет Я до 35 лет Извините Я не могу Когда материться Я не буду Разговаривать Это вам даже Стыдно Самому будет Не материтесь Пожалуйста Ну вы Ну пожалуйста Я вас прошу Ну я постараюсь Я строитель Ну я 5 лет Военным был И ни одного Матного слова Не сказал И ничего Я ветеран Боевых действий Так же Работаю в Якутии А здесь без матов Вообще нельзя У меня 300 человек В подчинении Я же не буду Сидеть И объяснять Про бога Ибо барабану Они зэки Уголовники И все Они кроме Матной палки Ничего не понимают Можно и так У меня Духовный отец 5 тюрем Прошел 5 И в тюрьме Везде был И тоже Строитель Кстати говоря Ни одного Матного слов За всю жизнь Не сказал Ничего 45 лет Начальник Детского лагеря 45 лет Потом В 5 университетах Вел занятия Его знают По всему миру Слава Как ты понимаешь В вечную жизнь Да Я уже сказал Я повторять то не буду Уже Все Один раз сказал Если не принимайте Не принимайте Поехали дальше Давайте дальше Давай Обратимся Буддийской Философии Да меня она не интересует Я ее уже прошел Я с 14 лет Был до 19 С 14-19 Читал всю эту Буддийскую литературу Занимался всем этим Медитацией И прочее Меня это абсолютно Не интересует Это бесовщина Не надо с этим Связаться И вам просто Я советую Это демонизм Один Ничего там нету Ты дурачок Ты дурачок Ну благодарю Ну а ты мне Объясни пожалуйста Раз ты этим занимался Что проповедует Буддийской мифологии Мифологии Да Ну это же мифы все Это же мифология Ты же сам доказал Ну что Вырваться из Колеса сансары Вырваться из Страданий То есть человек Находится в постоянных Страданиях И человек должен Из этого вырваться А для этого Надо просветленным стать Надо стать Бессознательным существом Как камень Во вселенной Раствориться Можно сказать и так То есть просветиться Ну это Таковая фраза Которую ты не изучал И ты пиздобол Конченный И ты мне врешь Что ты занимался Медитацией Вырваться То что ты Ну все Вы меня просил Вы курите И все Мы едем дальше Я вам засвидетельствовал О Боге Об Иисусе Христе Иисусе Христе Иисусе Христе Иисусе Христе Иисусе Христе Продолжение следует...